Жанна Лени Бербок, федеральному министру иностранных дел Германии. Господин председатель, уважаемые коллеги, очень много людей погибло лишь за два дня. Тысячи вынуждены были бежать из своих домов. Азербайджан избрал путь создания фактов на местах за счет военной силы. Мы активным образом осуждаем военные нападения Баку, призываем постоянно и полностью прекратить любые боевые действия. Приняли к сведению сообщение о прекращении огня, но сейчас необходимо полное прекращение насилия. Азербайджан несет ответственность за то, чтобы достойно и в полном объеме обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей, которые проживают в Нагорном Карабахе. То, что насильственно бегут и даже идет исход этнических армян из Карабаха, неприемлемо. Я хотел бы вновь повторить то, что подчеркивалось в резолюциях Совета Безопасности неоднократно. Территориальная целостность и суверенитета и Армении, и Азербайджана не должны ставиться под сомнением. Сложно представить себе сложности и тяготы, которые переносят жителей Нагорного Карабаха в течение месяцев, после того, как власти Баку просто закрыли Лачинский коридор. Магазины пусты, медикаментов нет, нет ни электричества, ни топлива. За последние несколько недель совместно со многими партнерами в Совете Безопасности мы самым активным образом работали для обеспечения гуманитарного доступа для нуждающихся, особенно для беременных женщин, инвалидов и стариков. И как только появился просвет надежды, что можно будет доставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах, Баку нарушил постоянные заверения о том, что не будет применять силу, что привело к серьезным страданиям населения, которые без того проживают в сложных условиях. Народ Нагорного Карабаха заслуживает жить в условиях безопасности и защиты прав. Исключительно важным остается открытие Лачинского коридора по гуманитарным причинам, но не только. Это еще и культурный мост, социальный мост с этнических армян, которые проживают в Карабахе. Баку и карабахские армяне нуждаются в диалоге. Конфликт, который длится уже 30 лет, привел к огромному количеству жертв. Их очень много. И что сейчас необходимо, а именно народу, который проживает в этом регионе, это прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Его можно добиться только за столом переговоров. Мы, я лично, продолжим доносить этот четкий сигнал до сторон. Настоятельно призываю вернуться к переговорам при посредничестве Евросоюза. Пришло время деэскалации. Хотел бы подчеркнуть, ни одна страна не должна использовать эту ситуацию для того, чтобы дестабилизировать демократию в Армении. Мужчины, женщины и дети Нагорного Карабаха и всего региона заслуживают жизни без страха. Без страха того, что может разразиться насилие, что их могут изгнать из домов, что их могут лишить права, языка, религии. Они заслуживают мирной жизни, как и мы все. Благодарю вас. Я благодарю ее превосходительству господину Жу Бербок за сделанное заявление. Слово предоставляется.